Среди таких высоких гостей женщины в резиденции президента бывают нечасто. И журналисты для себя отметили. Александр Лукашенко сегодня был очень улыбчив и со свойственной ему галантностью. Первым делом поинтересовался и у гостей, как долетели. Как вы долетели, даете? Спасибо, все хорошо. Второй день работы очень плотно. Очень приятно. Валентину Матвиенко с Белоруссией связывают теплые отношения. Это ее первый визит в нашу страну во главе парламентской делегации. Но еще будучи губернатором Санкт-Петербурга, она сделала немало для развития белорусско-российского партнерства. В 2005-м лично Александр Лукашенко вручал ей Орден Дружбы Народов. Сегодня президент подчеркнул, что и сейчас рассчитывает на содействие Совета Федерации в развитии уже межрегионального сотрудничества. Это палата территориального представительства. То есть вы непосредственно связываете регионы, связываете Россию в этом органе власти. Нам бы очень хотелось, чтобы вот к этому процессу сотрудничества Белоруссии с регионами вы подключились. Вы бы помогли сохранить основу наших отношений, потому что как бы там ни было, все-таки внизу формируется этот фундамент. Да и фундамент – это нижняя часть любого здания. Нам бы очень хотелось, чтобы вы эту идею как-то продумали, и мы на любом уровне готовы с вами сотрудничать, в том числе и на моем, потому что идея сотрудничества между регионами и Белоруссией в свое время мной была выдвинута. Я буду всячески с вами сотрудничать, если вы согласитесь на эту инициативу. Это своеобразное продолжение серии белорусско-российских встреч, которыми были богаты три последние недели. Это и визиты к нам больших делегаций губернаторов регионов России, и, конечно же, визит президента Владимира Путина в Беларусь. Главы государств подтвердили стратегический характер отношений, и особая роль в новых интеграционных объединениях, таможенном союзе, едином экономическом пространстве, и далее в Евразийском союзе, отводятся именно парламентам. Им предстоит в первую очередь синхронизировать законодательство, чтобы ушли в прошлое барьеры для свободной торговли и были созданы все условия для развития бизнеса. У президента Беларуси и России, заметила Валентина Матвиенко, есть твердая политическая воля расширять двусторонние связи, а для Совета Федерации эта встреча в Минске – возможность сверить часы. То заявление, которое вы подписали, Владимир Владимирович, в нем изложена программа дальнейшего стратегического партнерства России и Беларуси. Роль парламента здесь может быть очень велика, имея в виду законодательно-нормативное обеспечение, имея в виду синхронизацию ратификации внутригосударственных процедур. Большой ресурс у нас есть в гармонизации наших законодательств, в сближении наших законодательств, что будет создавать условия для более быстрых интеграционных процессов. Александр Лукашенко заявил, что поддерживает подписанное накануне соглашение между Верхними палатами парламента в двух стран и поблагодарил членов Совета Федерации за поддержку Беларуси, в том числе и на международном уровне. Даже впереди идея Беларуси пытались защитить нас от этих нападков. Вы их знаете, знаете источники и основы всех этих отношений с Западом к нам. Словом, я вам очень благодарен за все то доброе, что сделано в отношении Беларуси и России, в укреплении наших отношений. Речь шла сегодня не только об экономике, торговле и укреплении кооперационных связей. Валентина Матвиенко поддержала многие белорусские инициативы по развитию интеграции. Например, об учреждении торговой марки сделано в Таможенном союзе. Комментируя это журналистам, заметила. Нововведение избавит от дополнительных сертификаций, согласований и лицензий. А значит, поможет бизнесу. Еще одна тема. До 2015 года должен появиться парламент Евразийского союза. И уже создана рабочая группа. К моменту выхода и подписания соглашения о Евразийском полноформатном экономическом союзе должны быть приняты решения о создании парламента Евразийского союза. Моя точка зрения, что депутаты этого Евразийского парламента должны избираться прямыми выборами населения наших государств. Не делегированием депутатов парламента. Я считаю, что тогда это будет парламент, наделенный полномочиями жителей этих стран. Он будет работать полноценно, эффективно, имея мандат от жителей наших государств. Встреча продлилась около трех часов. И, как заявила Валентина Матвиенко журналистам, тем для обсуждения нашлось много. Ведь фундамент экономических отношений – это еще образование, наука и культура. Так, по итогам визита в Беларусь, спикер Верхней Палаты Российского парламента намерена предложить парламентариям синхронизировать и законодательную базу в образовании двух стран.